Арсений Неофит Наверное, последняя яркая звездочка на небосводе российского фитнес-ютуба Человек, которому удалось в кратчайшие сроки набрать несколько сотен тысяч подписчиков Благодаря своей очень даже неплохой форме И простым и коротким видеороликам на тему тренировок базовых вещей, которые всем интересны Выходы силы, прокачка хвата, накачка бицепса, трицепса И все остальное Но если с тренировочными советами у него все хорошо То в остальных темах Арсений, честно говоря, далек от идеала И сегодня я предлагаю вам посмотреть видео под названием Правильное питание. Основные принципы здоровья и хорошего самочувствия И поскольку это ролик по питанию, то так же, как и перед любым другим роликом по питанию Я обязательно должен вам посоветовать посмотреть ролик-лекцию Егора Мусина под названием ЗОЖ или ЛОЖ Егор Мусин биохимик и в этой небольшой всего полутора часовой лекции Он объясняет вам все основные концепции, связанные с питанием Именно с точки зрения науки, а не домыслов от фитнес-индустрии или нутрициологов Настоятельно рекомендую посмотреть Это позволит вам сразу избавиться от огромного количества мусора по теме питания Которое, может быть, у вас сейчас есть в голове И так же защитит от бесполезной информации, которую будут вам накидывать фитнес-блогеры Типа Арсения Предупрежден, значит вооружен Лекция действительно стоящая Посмотрите от начала до конца Не пожалеете А мы приступаем к просмотру Арсения Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений И сегодня мы поговорим о питании Уже миллионы и, наверное, миллиарды часов на ютубе посвящены этой теме Еще больше по питанию написано всевозможных книг и статей Поэтому я только расскажу об основных практических принципах здорового питания И о том, что я ем сам Но для начала поймем, почему это важно И, хотя это очевидно, многие все равно очень сильно пренебрегают своим питанием Автовладельцы чаще всего очень бережно относятся к своему автомобилю Заливают качественный бензин, вовремя меняют масло, проходят техосмотр и так далее Потому что если этого не делать, машина сломается И тот же самый принцип действует на человеческий организм Если пихать в него всякое дерьмо, оно заболеет Только принципиальное отличие заключается в том, что машина это кусок железа, резины и пластика Ее можно поменять, продать и купить новую Чего не скажешь о человеческом теле? Это отличная аналогия, которую я лично впервые услышал у Ворона Баффета И она касалась, в принципе, вообще отношения ко всей жизни Не только к питанию, а к тому, что Баффет сравнивал автомобиль Который ты можешь купить, покататься, продать И твою собственную жизнь Все эти решения, которые ты принимаешь Все эти действия, которые ты совершаешь И то, что ты делаешь со своей жизнью Потому что другой жизни у тебя не будет Поэтому надо о себе заботиться и думать на перспективу Классная аналогия, не Арсений ее придумал, но менее классной она от этого не становится И чем раньше ты это осознаешь, тем лучше для тебя Я это понял только 4 года назад, когда мне было 25 И с тех пор мною было изучено немало материалов по этому поводу И перепробовано немало всевозможных рационов и диет В результате я смог подобрать такой рацион, который помог мне набрать довольно неплохую форму Но самое главное, это то, что на протяжении вот уже 3 лет Я вообще ничем не болел Я просто забыл о том, что такое аптека Не принимаю абсолютно никаких лекарств И чувствую себя лучше, чем когда-либо в жизни Да я в принципе без какого-либо супер подхода к питанию Точно так же за последние 3 года вообще ничем не болел А в аптеку захожу только за омега-3 И поэтому это как-то вообще не показатель, знаешь ли Есть огромное количество болезней, протекающих в скрытой форме Поэтому без конкретных анализов, без конкретной проверки полной здоровья Без диспансеризации ежегодной Исходить исключительно из своего собственного самочувствия, наверное, не стоит Но будем надеяться, что у Арсения все замечательно и по анализам тоже И он следит за своим здоровьем Итак, основные принципы здорового питания Исключить алкоголь и табак Кто-то скажет, но это же не питание Хотя, может, для кого-то это и так Но давайте разберемся Заходим на Википедию, открываем, читаем Табачная промышленность одна из отраслей пищевой промышленности С алкоголем то же самое Окей, но при этом алкоголь и табак на 100% являются наркотиками Просто легальными Заходим на Всемирную организацию здравоохранения и читаем Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим зависимость Далее открываем международную классификацию болезней 10-го пересмотра И смотрим Класс 5 Психические расстройства и расстройства поведения Заходим Психические расстройства и расстройства поведения связаны с употреблением психоактивных веществ Смотрим Ф10 Рядом с опиоидами Опиоиды это героин Ну, на мой взгляд, эта аргументация несколько притянута за уши Я лично нигде не нашел информации о том, что в МКБ классы идут в порядке убывания их опасности А не, например, просто в хронологическом порядке их добавления Я бы не делал акцент на том, что алкоголь и опиоиды близкие Более того, по вредности алкоголь и табак гораздо вреднее, чем большинство общеизвестных наркотиков Но как же так? Почему они тогда продаются в обычном продуктовом магазине? А потому что это миллиарды долларов прибыли Они просто делают деньги на том, что травят население планеты И в этом смысле табачные и алкогольные корпорации ничем не отличаются от других драгг-диллеров Абсолютно согласен с этой позицией, мне все еще непонятно, почему до сих пор Мне понятно, почему до сих пор существует свободная продажа алкоголя и табака Но я считаю, это абсолютно неправильно Гораздо лучше, например, легализовать марихуану Потому что свободное и легальное употребление марихуаны С точки зрения влияния на индивидуальный организм и с точки зрения влияния на общество Я имею в виду негативное влияние Гораздо, гораздо ниже И тому есть огромное количество исследований, огромное количество подтверждений На канале Trash Smash есть отдельный ролик, посвященный легализации марихуаны И сравнение ее с легальными наркотиками, такими как алкоголь и табак Там приведено огромное количество доводов, ссылки на научные исследования Поэтому я просто рекомендую посмотреть вам ролик Trash Smash И не буду сейчас останавливаться подробно на этом вопросе Печально Могу только сказать, что печально Сложившаяся ситуация в нашей цивилизации в этом плане она печальна Смысл в том, что если вас вообще интересует ваше здоровье То первое, что необходимо сделать, это отказаться от алкоголя и табака Я много лет и пил и курил, и отказ от этих привычек Это, наверное, одно из лучших событий, которые происходили в моей жизни Лично мне помог вот этот курс Исключить Сахар, соль, жирное, жареное, фастфуд, полуфабрикаты и так далее Но тут я даже комментировать не буду, это и так всем известно Вообще нет, как раз и этот самый момент Хотелось бы очень, чтобы Арсений прокомментировал Потому что предложение исключить сахар и соль Жизненно важные для организма компоненты Звучит слишком радикально Что касается соли, я уже рассказывал о ней В ролике с разбором Алексея Гордовского Который также предложил исключить соль Поэтому не буду о ней останавливаться А про сахар мы поговорим чуть позже Когда сам Арсений скажет об этом пару слов Нужно просто прекратить покупать и засовывать в рот эти продукты Но здесь необходимо проявить некоторое количество воли Что я имею в виду? Специалисты по питанию спорят о многом Но единогласно сходятся в одном Сахар чрезвычайно вреден для здоровья Сахар – это яд, его нельзя употреблять ни в каком виде Любой специалист по питанию, который говорит, что сахар – это яд Идиот, клинический, который вообще не разбирается в том, как устроен ваш организм Потому что в отличие от специалистов по питанию Ученые уже давно выяснили, что сахар – это жизненно критически необходимая организму субстанция Например, наш мозг питается чистой глюкозой В количестве примерно 6 миллиграмм на 100 грамм веса мозга каждую минуту Если пересчитывать на средний мозг, это получится около 120 грамм чистой глюкозы ежедневно И это то количество, которое требуется только мозгу При этом не стоит забывать, что сахар – это прекрасный, превосходнейший источник именно глюкозы Если мы посмотрим на формулу глюкозы, фруктозы и сахарозы, собственно, сахара То мы увидим, что сахароз состоит как раз из глюкозы и фруктозы При этом при расщеплении сахарозы глюкозу организм сразу отправляет в кровь и может использовать для своих ножек И если вдруг наступает такой момент, когда мозгу срочно нужна глюкоза Лучшего способа ее получить, чем принять кусочек сахара, вряд ли можно найти Поэтому любой, еще раз, специалист по питанию, который говорит, что сахар в любом виде, в любом количестве – это яд Это просто клинический необразованный, у которого надо отобрать возможность вообще давать какие-либо советы людям Но при этом он содержится практически во всех продуктах, которые продаются в магазине И вот ты попадаешь в ситуацию, когда ты приходишь в магазин и понимаешь, что 95, наверное, процентов всех продуктов, которые там продаются – это отрава Это пугает, но это действительно так, и все через это проходят Производителям плевать на ваше здоровье, их интересует только прибыль Поэтому думайте, что покупаете, и никто кроме вас о вашем здоровье не позаботится Что значит производителям плевать на ваше здоровье? Производители не мать Терезы и не ваша мама Абсолютно любое коммерческое предприятие создается с целью извлечения прибыли При этом, благодаря тому, что мы существуем в капиталистической экономической формации, у вас есть свобода выбора относительно того, какой продукт покупать Они все представлены на полках, все цены указаны И также, благодаря конкуренции, в свое время производители начали публиковать состав своих продуктов на упаковках, чтобы любой желающий мог прочитать, из чего они состоят Да, да, не государство изначально потребовали у производителей, чтобы они маркировали продукты и писали все, что находится внутри Нет, эта инициатива пошла от основателя компании Heinz В те далекие времена в продуктах на банках можно было обнаружить вообще все, что угодно, потому что производители не писали, что содержится внутри, и никто их к этому не обязывал И именно Heinz был первым, кто не только начал использовать стеклянные банки для своих продуктов, чтобы люди видели, что у них внутри, но также начал писать содержимое своих продуктов И таким образом начал выигрывать в конкурентной гонке, стимулируя всех остальных производителей последовать за его примером Конкуренция, еще раз, является двигателем прогресса, негосударственное регулирование Точно так же, как конкуренция существует в живой природе, и благодаря естественному отбору мы сейчас все с вами существуем и можем записывать и смотреть эти ролики Точно так же конкуренция и естественный отбор в бизнесе позволяют выжить только сильнейшим Но я отвлекся, давайте смотреть дальше, а так в целом, да, смотрите на то, что вы едите, если вы хотите быть здоровыми Не то, чтобы вам это сильно может помочь в долгосрочной перспективе, но это тема для отдельного ролика Но если вы откажете от заведомо плохих продуктов, то да, да, качество жизни может подняться Есть побольше фруктов, овощей, зелени, ягод, круп, орехов, сухофруктов Тут тоже, в общем-то, все понятно Ну, мне лично не все понятно, то есть мне не понятно, что значит побольше есть Конечно, я соглашусь с Арсением, если за этим состоит формулировка о насыщении своего рациона вот этими продуктами Потому что большинство людей, которые смотрят эти ролики, питаются не то, чтобы слишком разнообразно И я уверен, что если ткнуть пальцем в любого, то, скорее всего, мы увидим недобор по витаминам, недобор по хорошим полезным жирам, растительного, животного происхождения И вот эта вот общая рекомендация есть побольше фруктов, ягод, клетчатки и тому подобного, она будет правильной Но, с другой стороны, хотелось бы более точную рекомендацию, что значит побольше Ну, то есть рекомендация в целом правильная, а в частности, давайте послушаем, что он сам скажет Фрукты и овощи лучше есть сезонные, в них наиболее вероятно содержатся витамины и питательные вещества А с орехами лучше не борщить, горсточки в день вполне достаточно Горсточки? Горсточки? Блин Про то, какая горсточка у Арсения, что он хотел этим показать, мы еще чуть позже поговорим Но вот показатель горсточки хотелось бы лучше в граммах В граммах в соотношении с весом тела было бы вообще замечательно Еще если бы указан был источник, например, в соответствии с рекомендациями Food and Drug Administration Можно было бы предположить, сколько человеку нужно на килограмм веса жиров, которые содержатся в орехах и так далее Вот это было бы классно, вот это было бы классно и тогда бы вопросов, я думаю, ни у кого бы не возникло А вот горсточка орехов, это не рекомендация Рыба в целом нормальная, лучше морская А если вы едите мясо, то лучше сделать выбор в пользу нежирной птицы, курицы, индейки и так далее Проблема с мясом заключается в том, что 90% мяса производится в промышленных масштабах Где, опять же, ради увеличения прибыли используются всевозможные гормоны роста, стимуляторы, антибиотики и так далее Которые крайне неблагоприятно влияют на человеческий организм С курицами и индейками тоже, и поэтому непонятно, почему ему вдруг белое мясо пришлось по душе, а красное мясо не пришлось по душе Опять же, можно попробовать найти производителя, в котором вы уверены, который ничем подобным не пользуется Но вероятность этого в городских условиях современных мегаполисов стремится, конечно, к нулю Моральный аспект тоже имеет место быть, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз Есть куча информации о том, что нужно пить много воды И это действительно так, но только если ты придерживаешься вот этого питания Дело в том, что вода будет просто помогать вымывать из организма всевозможные токсины и шлаки, которые попадают туда вместе с этой пищей Что ты несешь? Какие вообще токсины и шлаки есть в фастфуде? Мне бы очень, очень хотелось бы это узнать, честно Что касается рекомендаций по воде На канале есть отдельный ролик, в котором рассказывается Дается исчерпывающий, на мой взгляд, ответ касательно воды Вкратце я его еще раз повторю Если вам хочется пить, пейте Если не хочется, не пейте Вот и вся рекомендация Если вы уже чувствуете жажду, сильную жажду, значит вы немножко затянулись приемом воды И стоит увеличить количество потребляемой воды Организм отличная саморегулирующая система, стремящаяся к гомеостазу А это значит, что она будет стремиться поддерживать комфортный для организма уровень воды Если мы говорим про существование в типичных условиях Не нужно писать в комментариях про пустыню Сахару, Северный полюс Или какие-нибудь другие экстремальные моменты Если вы живете самой обычной жизнью, в самом обычном городе И ваша дневная активность изо дня в день уже который год повторяется То количество воды, которое вам будет нужно, оно примерно постоянно Но по мере того, как твое питание будет становиться чище, тебе будет требоваться все меньшее количество воды Дело в том, что фрукты и овощи состоят на 60-90% из воды Поэтому вы оттуда будете получать ее достаточное количество Ну то есть количество воды, которое будет требоваться организму, будет тем же самым Но за счет того, что в рационе будут преобладать элементы, которые по большей части состоят сами из воды Будет увеличиваться часть воды, получаемая из еды, а не непосредственно из напитков Пить, может быть желание пить станет меньше, если вы будете есть больше фруктов водянистых Больше овощей типа огурцов, например Самый неочевидный пункт – это количество потребляемой пищи Практически все люди в современном обществе хронически переедают Эта тенденция навязана нам, обществом потребления Хотя на самом деле человеку много пищи не нужно Нет, эта тенденция не навязана нам, обществом потребления Люди переедают из-за того, что впервые в истории человечеств есть возможность есть столько, сколько хочется Никогда раньше в истории за сотни тысяч лет эволюции не было периода времени, когда еда была неограниченно доступна Вся эволюция проходила в условиях ограниченности ресурсов, когда приходилось бороться за существование Когда ты не знал, будет ли у тебя что-нибудь на обед или ты сдохнешь от голода И тебе приходилось выживать Сейчас ты можешь пойти в любой супермаркет, купить еды Отдельно оставим вопрос о ее качестве И поесть То есть голодная смерть человеку из развитой страны сейчас в принципе не угрожает И естественно наш организм и наш мозг оказался совершенно не готов к этому явлению Потому что это стало возможным буквально в течение последних лет ста После научно-промышленной революции, когда у нас резко попер в прогресс Со временем я уверен, что организм адаптируется к этому в первую очередь естественно с помощью своих извилин А не с помощью тех регулирующих функций, которые у него есть, потому что мозги у нас развиваются гораздо быстрее, чем все остальные вещи Но на данный момент это факт, да, мы оказались не готовы просто к условиям, в которых мы оказались и в которых мы существуем Общество потребления здесь совершенно ни при чем Переедать точно так же, как мы будут любые другие виды И обезьяны будут, и собаки, и черепахи Любой живой вид на планете, которым ты дашь возможность неограниченно питаться, будет переедать Потому что у него на генетическом уровне заложено отношение к еде как к ограниченному ресурсу, который сейчас есть А завтра его может не быть, соответственно его надо запасти Вот уже после того, как Арсений во второй раз обвинил существующую экономическую формацию в бедах человечества, хочется задаться вопросом Сынок ты, гугенот! По разным оценкам, разовый прием сбалансированной еды должен составлять не более 500-700 граммов Большее количество, даже здоровый организм не в силах переварить А это лишняя нагрузка на пищеварительную систему 500-700 грамм, то есть и Арсению, и какому-нибудь Кириллу Сарычеву 500-700 грамм за прием пищи, не больше, потому что не можешь переварить На чем основана эта рекомендация, я понятия не имею Есть такая фраза, что из-за стола нужно вставать с легким чувством голода Дело в том, что ощущение сытости приходит с запозданием В особенности, когда пища переполнена всевозможными усилителями вкуса Усилители вкуса вообще не влияют на то, что ощущение сытости приходит с запозданием За это отвечает гормон инсулин, уровень которого принимается постепенно Особенно если мы в пище принимаем не простые углеводы, а сложные, которым требуется время на расщепление Откуда он это берет? Ну просто вот откуда? Для красного словца про усилители вкуса сказал, я не понимаю А чувство полного живота, которое мы привыкли считать за сытость, это просто переедание Конечно, у всех разный вес тела и обмен веществ Поэтому усредненные цифры приводить не совсем корректно Ты только что привел цифру 500-700 грамм для всех Некорректный ты наш Но если вы городской житель, вы с вероятностью 90% переедаете Просто попробуйте ради эксперимента съесть половину вашей стандартной порции И вернуться за стол через 15-20 минут Если у вас останется аппетит, значит вы действительно голодны Оттуда уже подбирайте свою индивидуальную норму В любом случае помните, что всегда лучше не доесть, чем переесть Ну в принципе неплохой совет для тех, кто хочет похудеть И хочет определить свою норму питания и не хочет переедать Да, скорее всего вы вернетесь и захотите съесть еще Но захотите меньше, потому что уровень инсулина в крови уже поднимется Соответственно вы почувствуете чувство сытости в некотором роде И соответственно съедите еще меньше Нехватку питательных веществ организм компенсирует А работать с постоянным перегрузом для него куда вреднее Смотря о каких питательных веществах мы говорим Например, если мы возьмем аминокислоты, из которых состоят белки То есть незаменимая аминокислота, которую вы сможете получить только из пищи То же самое касается и ряда витаминов, которые организм не сможет синтезировать Из того, что уже имеется у него внутри Поэтому утверждение довольно разыбкое Вот такие принципы питания На самом деле все очевидно Но при этом не забывайте, что каждый человек уникален И каждый имеет свои какие-то особенности, предпочтения и непереносимости Поэтому если один рацион подошел одному человеку То совершенно не факт, что он подойдет другому человеку В этом смысле учитесь слушать И самое главное слышать свой организм Просто запоминайте, после чего вы чувствуете себя хорошо А после чего плохо И на основе этого уже подбирайте свой собственный правильный рацион Вот если люди хорошо себя чувствуют после алкоголя А скорее всего после алкоголя или непосредственного времени Они будут чувствовать себя хорошо Что же им делать-то, Арсений? Может быть стоит отталкиваться не только от субъективного ощущения Но и иметь какие-то более научные, более объективные показатели того Какую пищу стоит принимать, а какую не нужно Подумай Итак, чем же питаюсь я сам? На сегодняшний день я на 99% питаюсь растительной пищей И мой рацион выглядит следующим образом Утром я чаще всего не кушаю вообще Просто потому что не хочется И вот здесь настало время сказать еще одну вещь О которой многие не знают и даже не подозревают Смотря ролики Арсения на ютубе Дело в том, что его рост составляет 169 см А вес в районе 60 кг То есть он далеко не качок Он достаточно небольшого телосложения Возможно именно поэтому он может пропускать утренний прием пищи Очень интересно узнать по какой причине Арсений голодает Потому что если он начал это делать после открытия явления аутофагии И получения за это Нобелевской премии японским профессором То это очень много будет говорить о его непосредственном уровне осведомленности в данном вопросе Потому что это явление было получено на непосредственно дрожжах То есть явление аутофагии было открыто для дрожжей Даже не для животных И тем более не для человека То есть польза от голодания циклического, интервального Неважно, для человека на данный момент не является доказанной С точки зрения похудения она действительно помогает держать под контролем Количество потребляемых калорий Просто за счет того, что две трети дня условно Вы не можете потреблять калории Это просто те пассы руками, которые делают фокусники Отвлекая вас от сути самого фокуса В действительности же для того, чтобы похудеть Вам нужно просто создать дефицит калорий То есть есть меньше, чем вы тратите энергии Сделать это можно любым способом И причем это не обязательно должны быть такие радикальные способы Как интервальное голодание Вы можете продолжать питаться всей той же самой пищей Которую вы едите, включая разнообразные плюшки Фастфуд, газировку и так далее Но если вы будете потреблять меньше калорий Чем ваш текущий уровень расходов Вы будете продолжать худеть Будете это делать с комфортом и с удовольствием Хотя возможно кому-то нравится Не есть по десятке часов А потом в оставшееся время наедать Я не нашел, скажу сразу Никаких научных доказательств того Что это вредно с точки зрения организма Потому что этот вопрос на данный момент Недостаточно сильно изучен Изучено только влияние голодания на похудение И на скорость похудения А вот например на скорость возникновения желчекаменной болезни Которая по механизму своего возникновения Будет очень рада Если вы будете долго голодать И не давать пищу организму в те моменты, когда он хочет К сожалению, пока нет Поэтому возможно все те люди, которые сейчас с восторгом Говорят о том, как они здорово голодают и худеют Через несколько лет будут сожалеть о совершенных ими ошибках И страдать от жутких болей Но опять же, об этом мы узнаем только спустя какое-то время Так же, как было со временем и с курением Люди говорили, как здорово курить Как это успокаивает нервы, позволяет сконцентрироваться, сосредоточиваться А потом обнаружилось, что табак и его производные являются Канцерогенным веществом Я не говорю, что с интервальным голоданием будет то же самое Но существует ряд определенных механизмов, которые говорят о том, что голодание для человеческого организма Это не есть хорошо А дальше нам нужны научные исследования А научных данных на данный момент недостаточно Хочу это подчеркнуть А в условиях недостатка данных я предпочитаю поддерживаться традиционного подхода А не делать ставку на то, что появилось совсем недавно Но здесь уже каждый решает сам для себя По утрам я ем только после каких-то жестких тренировок накануне Когда ты просыпаешься уже голодный То есть примерно 3-5 раз в неделю у меня получается циклическое голодание Первый прием пищи у меня примерно в 12-15 часов И на протяжении вот уже нескольких лет это банановый смузи Основные ингредиенты это 2 банана Вода или растительное молоко И дополнительно я по вкусу кладу в разных вариациях, в разных комбинациях Яблоки, персики, финики, изюм, протеин Изюм, протеин, белок Ну просто добавляют в спортивные добавки Но да, я уже сразу понимал, к чему все будет идти То есть просто на таком растительном рационе существовать очень сложно И ясно было, что Арсений использует большое количество добавок Для того, чтобы обеспечивать организм необходимым количеством макронутриентов Чия, годжи, лен, кунжут, отруби, мед, тыквенные семечки, сельдерей, шпинат, арахисовая паста и так далее На самом деле такое разнообразие в питании это очень круто Это надо реально заморачиваться, но это очень круто Потому что чем разнообразнее ваш рацион, тем лучше для вашего организма Второй прием пищи это либо мюсли, либо каши Гречневая, пшенная, рисовая, манная, овсяная, ну и так далее Все в принципе как обычно В каши я добавляю опять же финики, изюм, курагу, орехи и так далее просто по вкусу Третий прием пищи, самый разнообразный, он чаще всего у меня после тренировки Это опять же рис, гречка, булгур, макароны, полба, в общем какие-то крупы Плюс овощи свежие, жареные, пареные, вареные Но здесь же может быть и любые другие блюда, супы, роллы, ну в общем что угодно Не знаю как у вас, но у меня от этого перечисления уже начинает желудочный сок вырабатываться И хочется пойти поесть чего-нибудь вкусненького, например тех же самых роллов К третьему приему пищи я обязательно добавляю что-то белковое Это может быть тофу, бобовые какие-то темы И в этом духе Между приемами пищи, а иногда и вместо них я ем очень много фруктов То есть если очень грубо обобщить, мой рацион на сегодняшний день состоит из фруктов, овощей, круп и бобовых Ну если ты весишь 60 килограмм плюс-минус, то действительно можешь себе позволить так делать А весь основной белок получать из спортивного питания Плюс там всякая ерунда по мелочи, зелень и прочее Раз в две недели я делаю циклическое голодание на 24-36 часов просто по самочувствию Еще раз хочу напомнить, что с точки зрения науки безопасность подобного голодания для организма не подтверждена Более того, существует ряд механизмов, которые говорят напрямую о том, что это крайне вредно для вашего организма Но опять же у нас недостаточно научных данных, научных исследований, которые бы подтверждали напрямую это на выборках на испытуемых Белки, жиры, углеводы не считаю, ем чисто интуитивно и только то, что хочу Обычно подобную терминологию «ем что хочу» используют те, кто не запаривается по поводу питания То есть и у них нет цели набрать вес, у них нет цели сбросить вес, они просто существуют в том весе, в котором им комфортно У них есть сложившийся рацион питания, у Арсений он очень даже разнообразный, это здорово И, соответственно, он может есть по самочувствию Если же у вас есть конкретная цель, если вы хотите набрать мышечную массу, если вы хотите сбросить лишний вес То так питаться не получится, нужно будет все начинать считать Вот такой вот у меня рацион, но еще раз я хочу отметить, что это только то, что работает оптимально для меня лично Вы думайте своей головой, пробуйте разные варианты и подбирайте свой собственный идеальный рацион Тем не менее, я надеюсь, вы узнали что-то полезное из этого видео Если так, то жмите лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее Питайтесь правильно, друзья! И всем мир! Ну что же, подводим итоги этого ролика Какие у меня сложились впечатления Скажу честно, что когда ролик начинался, он мне показался очень даже неплохим Ровно до того момента, когда Арсений начал говорить про сахар И сказал слова про то, что сахар это я И вот здесь, конечно, это не маленькое разочарование Это огромное разочарованиеще Потому что если человек не понимает роль сахара и соли в организме И тем более говорит, что сахар нельзя ни в каком виде употреблять Все очень и очень печально Собственно, именно после этого момента я решил записать данный разбор Остальные мои претензии к ролику не носят столь существенный характер Хотя тоже есть за что попинать это видео Есть некоторые полезные моменты, о которых говорит Арсений Но о них и так все знают Абсолютно все люди знают, что курение вредит здоровью, что алкоголь вредит здоровью Здесь Арсений ничего нового не говорит Его собственный рацион питания подойдет, скорее всего, только ему Или каким-нибудь его друзьям, вегетарианцам или фрутоедам Потому что у обычного человека с работой с 9 до 5 Или тем более со сменным графиком Питаться в таком режиме, скорее всего, не получится Вот как-то так Если вам понравился этот разбор и вы хотите, чтобы разборы выходили чаще Если вам понравился этот разбор и вы хотите, чтобы они выходили чаще То вы можете поддержать нас, приобретя месячную подписку на сайте Boosty По ссылке в первом комментарии Или заказать себе вот такую стильную майку Street Workout С логотипом движения сзади В нашего спонсора, магазина WorkoutShop.ru Вся прибыль от продажи одежды с логотипом Workout Идет непосредственно на развитие этого YouTube канала И съемку новых роликов Как видите, звук в этом видео стал намного лучше, чем он был в прошлом разборе Спасибо всем за поддержку Спасибо, что досматриваете нас до конца Выходит уже приятное солнышко Так что я пойду, может быть, немножко позагораю на вечернем солнце А с вами мы увидимся в следующем разборе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok